Так, ну что ж, друзья, всем привет! Привет, мальчики и девочки, юноши и девушки, бойцы и бойцы, это с вами Инский и сегодня мы с вами поговорим об экипировке цивилизация. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению темы, небольшая рекламная пауза. Так, друзья, напоминаю о том, что AppGallery является официальной платежной системой Avani, поэтому не бойтесь пользоваться, если вы донатите в эту игру. Итак, первая акция, которую хотел бы сказать, это то, что у нас есть купон на 15% скидку, да, вот, заходите в описании, забираете свой купончик, пользуетесь. Далее, вторая акция, это кэшбэк в течение всего апреля, продолжается эта акция, 10% на все покупки. Третья акция, это проверьте, пожалуйста, апрельское VIP вознаграждение, идет розыгрыш до 1620 евро, можно найти в разделе либо AppGallery Featured Promotion, либо AppGallery Games VIP, сейчас я его сделаю более контрастным. И четвертое, это тоже, если вы зайдете, перейдете по ссылочке, можете узнать скрытый способ экономии до 50%. Так что пользуйтесь, заходите, смотрите, может что-то вам это подойдет и, так сказать, получите бонусы от использования денежек. Ну, а мы переходим к нашему видео. Так, ну что ж, познакомились мы с свежими акциями и плюшками от AppGallery и переходим к теме, которая называется экипировка цивилизации. Ну, давайте так, чтобы мне было легче и понятнее, и я не говорил элемент, предмет или предмет экипировки цивилизации или элемент экипировки цивилизации, я буду вам говорить шмот цивилизации и все будет понятно, да, шмот, предмет шмота или это, ну, как бы, общее такое название. Вот. Итак, у нас есть несколько наборов, уже там, наверное, даже больше, скоро к двум десяткам будет приближаться, вот, тех самых предметов цивилизации. Появляются все время новые, сейчас вот у нас по состоянию на 14 апреля идет набор сосанидов, вот, тут два элемента, остальные пока еще недоступны. Значит, сразу, чтобы, так сказать, не отвлекаться потом, где мы делаем предметы и вообще шмот, в общем, мы делаем в кузнице, вот. Вот. Если это ареса, то надо предмет дракона улучшить до предмета ареса, только пожалуйста. Если вы хотите улучшить, то надо сначала снять с генерала, улучшить и поцепить на генерала. Вот. Если он у вас на генерале, он активным делаться не будет. Если же вам надо что-то сделать из предмета цивилизации, то это все делается в чуде. Кроме этого, если вы выбираете какой-то предмет, вы сразу видите требования, которые нужны для его создания. Допустим, там, для лука-плантагенетов надо свиток лука и дальше эти предметы, да, там, 100 единиц кожи, 100 единиц дерева, 100 единиц бронзы, 100 единиц чешуек дракона. Ну и так далее, и так далее, и так далее. По всем остальным. Если у вас всего хватает, или то, чего у вас хватает, оно подсвечивается зелененьким, то, чего не хватает, подсвечивается красненьким. Все. Чтобы мы больше на это не обращали внимания и не возвращались. Итак, в чем есть преимущества и в чем являются недостатки предметов цивилизации? Ну, преимуществ на самом деле много. Недавно получил первый свой шматенок, да, первый кусочек предмета цивилизации, это наручий фуринкоза. До этого здесь у меня было колечко фуринкоза, о, колечко ареса. Вот какое было и что у меня сейчас есть. Сразу сравним, да, и почему я его сюда повесил. Защита пехоты плюс 50 процентов, было 30 процентов, сразу на 20 процентов. Вот. Защита пехоты на марше 40 процентов, раньше не было ничего. Очки жизни пехоты на марше тоже плюс 40 процентов, не было ничего. Размер строя марша плюс 15, не было ничего. Из дополнительных преимуществ, что еще тут есть, что еще хорошо и на что следует обратить внимание. Это из плюсов. Атрибуты улучшения. Атрибуты улучшения разгоняются до 30 процентов. То есть, если там долго-долго мучатся, да, то теоретически вы можете выгнать 4 атрибута соответствующих. Но если это мы берем только по процентам, сейчас только про проценты. То атрибуты улучшения, допустим, по атаке у наручен, теоретически могут достигнуть 120 процентов. В то же время, когда кольцо ареса может достигнуть только 100. То есть, атрибуты улучшения не улучшаются свыше 25 процентов. Это из приятного. Из неприятного. Ну, давайте сейчас надену и продемонстрирую. Если я хочу улучшить, да, вот нажал я улучшить. Допустим, меня тут, ну, во-первых, стоимость, да, 200 камней вот этих Refined Stones и 1 миллион голды. Если я хочу заблокировать какой-то параметр, который меня там абсолютно устраивает, я нажимаю, ой, господи, я нажимаю вот так вот залочить. И это будет стоить, чтобы он не менялся, 2000 гемов. Если я нажимаю еще один предмет, залочить, 4000 гемов. Вот. Три элемента, 6000 гемов. Окей. Залочу, чтобы случайно не клацнуть. Вот эти вот три меня, в принципе, устраивают. Теперь, теперь я надеваю вот эту вот штуку и говорю улучшить. Тут только один элемент, чтобы улучшить, надо потратить 4000, вернее, чтобы залочить, это будет 4000 гемов. 2, 6, 3, 8. То есть, залочить элемент, чтобы он не менялся, стоит намного дороже. Кроме этого, дороже стоит и в рефайн-стоунах, да, вот этих вот улучшающих камней, не 200, а 300 уже. И в голде не миллион, а полтора. Ну, давайте попробуем крутануть. Не, мне не понравилось. Давайте еще раз попробуем крутануть. А тоже не понравилось все. Закончили все миногены, ладно, хрен с ним. Вот. С этим, надеюсь, разобрались. Вот, то есть, есть как плюсы, ну, соответственно, за эти плюсы стоят, ну, они будут стоить у вас дороже. Окей, с этим, надеюсь, понятно. Далее. Что еще стоит обратить внимание? В отличие от кузницы, да, где мы там сделали и, как хочешь, таки бегай, и в каком количестве, в таком и хотим мы делаем, то предмет цивилизации может быть только один. И, если, допустим, у меня есть наручи, фурин, казан, то вот они у меня вот здесь будут. И сразу же будут те параметры, которые у них есть, если я на них навожу. То есть, пять звезд, основные атрибуты, атрибуты улучшения. Вот. Кстати, прошу обратить внимание, атрибуты улучшения идентичные, если мы идем по плоским цифрам, вот, вот, то, по крайней мере, то, что я видел, как у предметов цивилизации, так и у тамаресов и всяких остальных ахамонидов. Вот. Разницы, по крайней мере, на атаке стрелков я не видел. Может быть, где-то есть, но, по крайней мере, тут, вот, хоть тут какой-то баланс. Вот. Так. С этим вроде бы разобрались. Значит, обратите, пожалуйста, внимание, что, если вы захотите посмотреть параметры остальных предметов, да, то вы будете видеть только базовые, ну, там, где нет ни одной звезды и всего остального. То есть, вот это вот, как бы, важный момент. То есть, только база. Если тут, вот, видно с пятью звездами, то тут только база. Вот. Что нам надо сделать, чтобы посмотреть хорошее. Вот. Ну, я делаю достаточно просто. Тут мне ребята сбрасывали спасибо огромное в личку, там, переписывался, общались. Вот. Так, да, надо забрать. Вот. Но есть более простой способ. Заходим в рейтинг. Заходим в рейтинг генерала и смотрим, что тут у нас у пацанов есть. Вот. Ну, давайте откроем Элизу. Вот. И посмотрим на катану Фуринказан. И катану мы можем сравнить с мечом Ахамонидов и меч Ареса. Специально делаем. Только, пожалуйста, не смотрите на атрибуты улучшения. Меч Ахамонидов, там вообще атрибуты улучшения, это просто клацал на генерале подчиненного города. Просто для того, чтобы принять участие в квесте вот этот вот на улучшение. Вот. И не тратить гемы. Там вообще на атрибуты не смотрим. Смотрим на основные параметры. Нас, вернее, не на атрибуты улучшения смотрим, а на основные атрибуты. Итак, атака пехоты 75% против 45%. Уже все понятно, да? Вот. Ну, защита пехоты в городе и там, и там по 30%. Вот. Но, скажем так, атака пехоты в 75% все равно все перекрывает. Атака стрелков на марше плюс 50%. Атака конницы на марше плюс 50%. Защита вражеского стрелка минус 35%. У Ареса, соответственно, будет 45%, атака пехоты защита 30%, очки жизни вражеского всадника минус 33% и поклажа войска 27%. Вот. Ну, а хаммунидов идентичные, да? Кстати, никогда не обращал внимания. Вот. Атака пехоты 45%, 30%, минус 40%, а, минус 40%, а, минус 40% атаки вражеского всадника, а у Ареса минус 33% к очкам жизни. Вот. И поклажа войска аналогичная. То есть, практически при прочих равных условиях, по всем параметрам, предметы цивилизации, чмот цивилизации, да, вот, элементы выше, ну, примерно плюс-минус соответствующих Ареса и Ахамонидов. Кроме этого, обратите внимание на силу, сила элемента, предмета, также выше, там, 437, 375, это все хорошо, но 693, это выше. Причем, если походим, посмотрим все остальные, то и увидим, что, допустим, той же Элизы у нас 9,2 миллиона. Вот. Так, с этим, надеюсь, тоже, как бы, разобрались. То есть, мы с вами прошлись по каким вещам? Мы с вами прошлись по основным атрибутам, по атрибутам улучшения и остался у нас к рассмотрению только вопрос атрибутов набора. Значит, по поводу атрибутов набора, тут на самом деле все достаточно просто. Ну, во-первых, в отличие от Ареса и, так сказать, Ахамонида, предметы цивилизации стоят очень много в реальных деньгах, да, либо очень скрупулезно, там, надо сидеть, крутить те же самые, эти, господи, рулетки, чтобы у нас что-то выпало. Поэтому у нас нету такого хорошего выбора, там, хочу то, хочу все, хочу третье, хочу десятое. Вот, ну, а если вы достаточно, там, крупный донатер, то мои, как бы, советы, наверное, вам до одного места. Вы просто приходите и покупаете. Но, по моему внутреннему, так сказать, убеждению и по тому, что я видел, вот, и то, что вы можете посмотреть, есть, как бы, наборы, которые действительно работают, как наборы, а есть наборы, которые себе спокойненько, там, можно миксовать, да, ну, допустим, там, если набор Рюрика, насколько я знаю, это четко, как бы, направлен на коняшек и на охоту на монстров, если вы, там, себе его соберете, да, вот, смотрим, тут все против монстра, все против монстра, против монстра, против монстра, вот, то есть некоторые наборы, ну, Корео, это, кстати, набор, который хорош для генерала защиты, то есть наборы, у которых нет вот такого вот яркого, там, выраженного, выраженное направление, да, в целом, и вот те же просмотра рейтингов генералов нам покажет то, что многие ребята миксуют, например, там, какой-то один набор с другим, ну, вот, например, давайте посмотрим, там, на Симеона, да, 4 элемента плантагенетов, вижу, это золотой лук, это доспех плантагенетов, это штаны и колечко плантагенетов, но, при этом, шлем Аббаса, почему шлем Аббаса, потому что, плюс 40% атаки стрелков на марше, и, внезапно, филанские сапоги, тоже, плюс 40% атаки стрелков на марше, вот, то есть, вот такие вот вещи, просто учитывайте, то есть, не всегда есть смысл, там, просто бежать, упарываться за каким-то одним набором, ну, может быть, там, это был один игрок, нет, вот, смотрим на ту же Электру, да, вот, у другого игрока, 4 элемента плантагенетов, снова же те же самые, вот, шлем Аббаса, ну, тут даже, вот, сапоги Героя Свободы, почему, атака стрелков на марше, плюс 35%, но, зато, защита вражеского солдата, и, дополнительно, еще, защита вражеского пехотинца, минус 40%, скорость марша 35%, ну, вот, давайте, кого-нибудь, еще посмотрим, это Фледа, ну, тут, скорее всего, что будет набор Рюрика, вот, топор Рюрика, понятно, это Фледа, это генерал на монстров, и, все остальное, вот, тоже, у нас, так, очки жизни всадников на марше, в бою с монстрами всадников на марше, ну, и дальше, весь набор, там, можете, можете посмотреть, блин, я, конечно, смотрю на, на эти параметры, атака всадников в бою с монстрами, плюс 80%, атака конницы, плюс 50%, это, вот, уже с пятью звездами, на ручи Рюрика, капец, вот, то есть, какие-то есть, скорее всего, тут, вот, Элизы, тут будет набор Фурин Казан, да, ну, набор Фурин Казан тут в топе для пехоты, вот, Мартинус тоже, скорее всего, что будет этот Рюрика набор, да, нет, вот, Протезан Бурбонов, Хань, Плантагенетов, Плантагенетов, Хань, Бурбонов, прикольно, ну, Шакс, это самый богатый игрок у нас на сервере, вот, то есть, вот, таким вот образом, кстати, тоже можно присмотреть, а, можно посмотреть параметры шмота, которые вы там хотите все-таки увидеть, да, если вам, вы там уже собрались, но вы думаете, так, это ж я вижу только вот без звезд, а какой же ж он полностью звезд, можете вот таким вот лайфхаком воспользоваться, пойти и попробовать найти, где там есть у игроков вот эти вот наборы, вот, кроме этого, если вы видите, что какого-то набора вы не наблюдаете, тут есть два варианта, либо набор очень свежий, ну, вот, либо набор все-таки беспонтовый, и вам он сильно не поможет, потому что, ну, какие, скажем так, неглупые люди, они его просто не считают нужным покупать, ну, такое тоже может быть, вот, это то, что относилось к наборам, ну, сразу скажу, что у нас сейчас есть вот такие вот чудные сундучки, вот, сундук с фрагментами свитка цивилизации, да, тут три элемента можно собрать, и сундук с фрагментами свитка цивилизации, превосходство, там еще три, вот, то есть, вот такие вот у нас появились, когда-то была акция, что можно было там собирать элементы, ну, и вот таким вот образом, в принципе, теоретически я там могу еще что-то собрать, сейчас прямо еще один элемент, ну, пока я жду, может быть, еще будет что-то достаточно интересное, что меня заинтересует, вот, вот такая вот история, поэтому делайте предметы цивилизации, вот, но подходите к этому с умом, единственное, что, ребят, пожалуйста, не надо там меня задалбывать вопросами, ни в личку, ни в комментариях, а вот этот предмет или вот этот, ребят, я не знаю, я не знаю ваш стиль игры, я не знаю, что у вас есть, я не знаю, какие у вас там планы, возможности и все остальное, пожалуйста, принимайте решение самостоятельно, вот, потому что, ну, чужим умом далеко не заедете, все-таки это ваша игра, играть вам и так далее, и так далее, то есть вы смотрите, что конкретно вам надо, чего вам не хватает, чего бы вам хотелось усилить, вот, ну, или же просто вот зудить, да, вот, просто хочу и все, ну, тоже вариант, тоже можно сделать, вот, так, на этом будем заканчивать потихоньку, значит, видосик, где в том числе я показывал, как вот крутить, как лочить параметры, ссылочка будет в описании, да, помимо всех плюшек от AppGallery, кроме этого, если не забуду, то добавлю еще видосик на предыдущее видео, где я собирал свои, так сказать, на ручьи фурин-казан, может, кому-то тоже в качестве какого-нибудь там подсобного материала пригодится, ну, и, как говорится, не забываем поставить лайк, там, или дизлайк, подписаться, отписаться, такое дело, все, на этом буду заканчивать, всем хорошего настроения, до новых волнующих встреч, и в субботу-воскресенье, соответственно, 15-го и 16-го жду на стриме по шалонам, будет полуфинал и финал, вот, в полуфинал мы, кстати, прошли, поэтому, думаю, будет заруба еще там, все, друзья, всем пока-пока.